На первый взгляд кажется это обычный зоопарк, но на самом деле это вольерный комплекс для реабилитации животных. Здесь собрано более 50 травмированных зверей и птиц. Раненых животных сюда в национальный парк Самарская Лука привозят не только из соседних мест, но и из республики Татарстан и Оренбургской области. Здесь за ними ухаживают, их лечат, ну а после полного выздоровления отпускают вновь в дикую природу. Если мы, например, нам привезли животное, мы за ним следим, если видим, что все в порядке, если оно не имеет никаких серьезных внешних повреждений, нормально начинает питаться, нормально летает или бегает, прыгает, то мы, естественно, его выпускаем уже. Зимой, когда природа уходит в спячку, эта территория национального парка самая оживленная. Но совсем скоро, когда флора и фауна начнут просыпаться, работа закипит и начнется реализация больших проектов. Стараться сделать, чтобы наше особое хранение природной территории были нашей гордостью, гордостью людей, которые здесь проживают, в Самарской области, ну, по крайней мере, это было наше национальное достояние, которым мы могли гордиться. В год экологии в национальном парке восстановят склоны на Молодецком кургане, а также сделают в Ширяево экологическую тропу для людей с ограниченными возможностями. А сегодня, в день столетия открытия первого государственного заповедника в России, в школах всей страны прошли открытые уроки. Сейчас настало такое время, когда ее загрязняет все. И машины, и заводы. И нужно ее беречь, а то через некоторое время уже ничего не останется. Экскурсии, экологические олимпиады и праздники, например, Жигулевская вишня, заповедник Самарская лука будет проводить с особым размахом, соответствующим столетнему юбилею и Российскому году экологии. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События.